В далеком 1947 году человечество сумело победить одну из самых страшных инфекций в истории – чуму. Тогда советские врачи впервые применили при ее лечении антибиотик с трептомицин. Результаты лечения оказались более чем обнадеживающими, но интерес к черной смерти не угасает и по сей день. Ученые из всего мира пытаются восстановить ее исторический путь. Существенного успеха в этом добились ученые КФО. Ими были обнаружены следы средневековой чумы в России. Генетический материал штамма, который мы обнаружили в Булгаре, на сегодняшний день является первым известным прямым родственником современных штаммов чумы. Но, возможно, в перспективе в ближайшем будущем будут найдены и другие родственники, так называемые. Но вот пока наш первый обнаруженный. Исследование группы молодых ученых КФО позволяет говорить о том, что натворив дело в Европе, чума двинулась на восток. Через территорию современной России. Достигнув Китая, бактерии чумы вызвали третью по счету глобальную эпидемию. И в конце 19 века вновь распространились по всему миру. Таким образом, бактерию из Булгара можно по праву назвать прародителем современных возбудителей. Но чем же это может быть полезно сегодня? Мы можем выявить какие-то механизмы эволюции, как изменялись эти микроорганизмы в процессе своего развития, развития человеческих популяций, как они взаимно приспосабливались друг к другу. И, возможно, используя полученные данные, мы в будущем сможем предсказывать поведение, прогнозировать какого-то рода вспышки крупных инфекций. НИУ, палеоантропологии и палеогенетики существует всего несколько лет. Но благодаря проекту по поиску штаммов чумы о молодых ученых КФ узнали по всему миру. Правда, одной чумой интересы палеогенетиков Казанского федерального не ограничиваются. Провести аналогичные исследования туберкулеза и сифилиса. Александр Александров, Руслан Урозаев, Универньюс.